Что не говори, а для многих людей, живущих в сельской местности, идея построить теплицу является очень заманчивой. Но так ли просто заниматься тепличным бизнесом? Любую тепличную прибыль может вывести в минус проблема отопления теплицы зимой. Отопление теплицы обходится в 3-4 раза дороже отопления большого каменного дома. То же самое и с освещением. Поэтому самые опытные фермеры используют теплицу не более двух месяцев зимой. И все же не стоит отчаиваться. Можно использовать небольшую по площади теплицу, и она будет приносить весьма неплохой доход. При этом затраты на ее содержание не будут такими большими. И все же большинство начинающих бизнесменов задаются вопросом, что же лучше всего выращивать в теплицах. Рассмотрим этот вопрос подробнее. Удивительно, но рассада является одной из самых прибыльных бизнес-идей. Затраты на нее минимальны, а спрос велик, особенно весной. Один кустик стоит в пределах 100 рублей. Продав 100 кустиков обычной клубники, получаем прибыль от 5000 до 10 тысяч рублей. Но спрос на клубнику велик. Поэтому и прибыль будет намного больше. Самые популярные овощи на рынке – огурцы и помидоры. Их покупают везде независимо от времени года. Урожай огурцов хранится очень долго. Но раскупаются свежие овощи очень быстро. Кроме овощей, большим спросом пользуется клубника, кто же не любит эту ягоду. Но нужно помнить, что выращивать ее намного сложнее, чем те же огурцы и помидоры. Немного сложнее выращивание в теплицах цветов. Большой спрос на цветы возникает в марте, а затем в мае. И хотя прибыль с цветов очень большая, тем не менее нужно понимать, что цветы – это капризные растения, и им нужен особый уход, а соответственно на их выращивание идет больше затрат. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Кроме того, очень много цветов привозят из-за границы. Конкуренция с отечественными производителями очень велика, поэтому не все остаются на этом рынке. И все же самым выгодным и самым малозатратным считается выращивание зелени. Петрушки, укропа, базилика и так далее. Кроме того, период созревания у зелени очень короткий. Затраты минимальны, поскольку это очень неприхотливые растения. Единственный минус – очень сложно сбыть продукцию. Сетевые магазины продать не получится из-за маленьких масштабов. Как вариант продажи через интернет. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.